добрый день всем мы продолжаем курс машинного обучения прикладные модели машинного обучения и сегодня рассказ про вероятностное тематическое моделирование начнем с постановки задачи я свяжу немножечко эту задачу с автоэнкодерами которые у нас уже были с векторными представлениями текста которые тоже у нас уже были вот но и основная сегодняшняя тему будет на самом деле про регуляризацию про то насколько разнообразные дополнительные способы введения ограничений на модель вот и даже как их можно комбинировать друг с другом вот это вот основной на месседж будет сегодняшней лекции итак давайте с постановки задачи начнем как всегда дано найти критерий что дано коллекция текстовых документов с такой ситуации мы с вами уже сталкивались когда говорили о векторных представлениях текста есть словарь слов но для общности я буду говорить про термы потому что элементами словаря могут быть и словосочетания и наоборот какие-то куски слов и дальше мы с вами увидим что и даже не словесные какие-то так называемые модальности тоже могут использоваться так что вот у нас есть слова термов и документы это цепочки термов если нас не интересует порядок слов в документах то исходными данными являются вот такие вот счетчики сколько раз терм w встретился в документе d если мы сразу от цепочки слов или термов переходим к вот такой модели частотной это называется моделью мешка слов все мы забыли порядок слов и пользуемся документом как мультимножеством то есть мы знаем множество термов которые его образуют и сколько раз каждый тем встретился ну казалось бы конечно лингвисты должны поругать такой подход чем они успешные занимаются потому что если вы в тексте переставили местами все слова случайным образом да конечно вы смысл текста исказили но вас осталась статистика о терминологии употребляемый не в тексте представьте себе что у вас есть учебник по математике учебник по биологии вы взяли случайным образом переставили слова в том и в другом но вы сможете отличить где было что потому что вас частотность употребления терминов она будет характеризовать темы Поэтому в тематическом моделировании, в таком базовом варианте, о котором мы в основном сегодня будем говорить, принимается гипотеза мешка слов. Дальше, что мы ищем? Мы ищем вероятностную тематическую модель или языковую модель. Языковая модель – это условное распределение слов, в данном случае в документах, потому что правее вертикальной черты могут разные вещи стоять. На самом деле, можно языковую модель строить для абзацев, для предложений, для всей текстовой коллекции в целом. Ну вот, в каноническом варианте мы строим языковые модели для каждого документа отдельно. Ну и давайте предположим, что у нас с каждым словом в документе связана некая скрытая тема. Мы не знаем, какая. Мы знаем только, что у нас есть множество тем. То есть фактически только число тем изначально задано. Например, 100 тем или 1000 тем. Как захотели, так и задали. И распишем просто формулу полной вероятности. А потом сделаем хитрость. Скажем, что у нас распределение слов, условное в документе по теме, оно не зависит от документа. То есть как бы у нас документ генерирует темы, а каждая тема потом генерирует слова. Вот если мы такую модель принимаем, то фактически у нас наша языковая модель является ничем иным, как матричным разложением. То есть вот у нас есть два семейства условных распределений. Пожалуйста, запомните или запишите эти обозначения. Можно там на бумажке себе выписать, потому что мы постоянно будем говорить сегодня про вот эти вот фи и тетто. Это параметры тематической модели, которые мы определяем. Это матрицы условных вероятностей. Распределение слов в каждой теме и распределение тем в каждом документе. Это то, что мы будем искать в нашей тематической модели. И критерии. Как мы их будем искать? Ну, для того, чтобы сказать, что наша вероятностная языковая модель, вот она, хорошо предсказывала частоты термов в документах, нам нужно воспользоваться принципом максимум правдоподобия. Вот, собственно, он здесь и записан. И получается, что нам дана матрица частот термов в документах. Нам надо найти еще две матрицы фи и тетто, слова на темы и темы на документы. И в этих матрицах все столбцы являются вероятностными, дискретными вероятностными распределениями, поэтому они не отрицательны и нормированы. То есть вот такая вот постановка задачи, фактически матричное разложение, функция потерь вероятностная, это лог-лоз, логарифм правдоподобия, вот и ограничение неотрицательности нормировки на столбцы матрицы. Вот, собственно, эту постановку задачи предложил Томас Хоффман в 99-м году и после этого, собственно, началось развитие вероятностного тематического моделирования. Итак, давайте посмотрим с нескольких точек зрения на эту задачу, чтобы немножко прощупать, да, в чем здесь смысл. Ну, во-первых, это задача кластеризации, фактически темы это кластеры, то есть мы, в отличие от обычной кластеризации, вот как бы мы делали кластеризацию документов, мы определили эти темы, потом каждый документ должен быть отнесен к какому-то кластеру. Ну, а что такое кластер? Вот тема, это что такое? Тема задается распределением слов в данной теме, да, условным таким распределением, но каждый документ это тоже распределение над словами P, W при условии D, да, а вот эта тема, да, это P, W при условии D, то есть это центр кластера. И задача жесткой кластеризации отнести документ к ближайшему кластеру, но мы понимаем, что в каждом документе тем может быть много, да, документ про биоинформатику, он и про биологию, и про информатику. Документ про бустинг над решающими деревьями, он и про композиции, и про решающие деревья. Вот так что вот если говорить о научных или даже новостных текстах и многих других текстах, естественно, предположить, что в каждом документе несколько тем, и это называется мягкой кластеризацией. То есть вот эти вот вероятностные распределения P, T при условии D, они нам говорят, к каким кластерам мы отнесли наш документ, мы как бы документ размазали по нескольким кластерам. Вот поэтому мы говорим, что это задача мягкой кластеризации. Ну, собственно, маточное разложение я тут специально нарисовал, чтобы было очень наглядно. И понятно, что есть у нас вот эта вот матрица исходная, она, кстати, огромного размера, может быть, и дико разреженная. Понятно, что в каждом документе далеко не все слова есть. А матрицы, которые мы ищем, вот они имеют промежуточную размерность, T большой, это число тем, она, как правило, много меньше, чем мощность словаря и много меньше, чем число документов в коллекции. То есть типичные размеры, например, там словарь 100 тысяч, документов в коллекции могут быть миллионы, а тем мы хотим найти, ну, скажем, 500. Вот еще один интересный взгляд на эту задачу, вот то, что мы хотим построить, тематическая модель, это автокодировщик. Давайте это тоже осознаем. На самом деле такая своеобразная двухслойная нейронная сеть, где на входе мы имеем векторы документов, которые распределение над словами. То есть размерность этого вектора – это мощность словаря. Реконструируется этот вектор P с крышечкой W при условии D. Это и есть наша тематическая модель. Но давайте осознаем, как устроен кодировщик и геокодировщик. Кодировщик – вот такие вот условные распределения, исходные P, W при условии D. То есть это мешки слов. Каждый документ представляется мешком слов. Так вот мешки слов переводят в тематические векторные описания документов. Тета D, вот столбцы вот этой матрицы Тета, это есть не что иное, как тематическое векторное представление документа. То есть это, можно сказать, признаковое описание документа. Вот оно. Так, простите, сейчас у меня это, как обычно, слетело. Вот так, вот оно, тематическое векторное представление документа. А декодировщик разворачивает вот этот вот вектор Тета обратно в реконструкцию мешка слов документа. И вот декодировщик здесь линейный. Это просто есть произведение матрицы параметров Фи на столбец из матрицы Тета. Вот такая вот интересная конструкция. Да, ну и строим мы этот кодировщик-декодировщик, автоэнкодер, фактически по критерию максимума правдоподобия. Да, ну можно также и представить как минимум суммы КЛ-дивергенции, дивергенции Кульба-Калиблера. То есть мы хотим вот эту вот модель, да, скалярное произведение. Это что такое? Это столбец матрицы Фи, точнее нет, строка матрицы Фи скалярно умножается на столбец матрицы Тета. Размерность обоих векторов равна Т. И вот это вот скалярное произведение, оно как раз предсказывает частоту слова W в документе D. И КЛ-дивергенции, они говорят, что мы должны эти частоты приближать к наблюдаемым частотам слов в документах. Ну, вы уже знаете, что минимизация КЛ-дивергенции и максимизация правдоподобия – это эквивалентные вещи. Вот так еще тоже можно посмотреть на эту задачу. Вот, друзья, напоминаю, что если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вы их можете мне писать в чате. Я чат открыл перед собой, вижу его, сразу смогу ответить. Применений тематических моделей огромное количество. То есть главная фишка, что они умеют представлять в виде тематических векторов как документы, так и слова. И в отличие от тех векторных представлений, которые мы с вами рассматривали на прошлых лекциях, нейросетевые, здесь есть ограничения. Эти векторы – это дискретное распределение вероятностей. И из этого ограничения на самом деле следует очень полезное свойство, свойство интерпретируемости. То есть вы каждый документ можете, разложив вот так вот по темам, вы можете отвечать на вопрос, по каким темам этот документ, какие темы в нем содержатся. И также про каждое слово вы можете узнать, а какие темы описываются этим словом, в каких темах это слово встречается. И благодаря тому, что вы можете для каждой темы взять столбец матрицы ФИ и получить распределение слов, получается, что каждая тема способна сама о себе рассказать словами естественного языка. То есть вы можете взять самые вероятные слова в этой теме и сказать, что эта тема, вот она характеризуется так-то и так-то, она об этом. И вот отсюда как раз и следует свойство интерпретируемости. Ну, раз вы получили векторные слова, векторные представления слов и документов, вы можете искать тексты по текстам, это в информационном поиске можно использовать. Вы можете вот этими тематическими векторами описывать пользователей социальных сетей, вы можете новостные потоки моделировать, какие темы, как они развиваются. Вы можете эти темы перетаскивать со слов на изображения, если у вас есть мультимедийный контент, где слова и тексты, тексты как цепочки слов и тексты как содержащие изображения содержатся вместе. Изображение вы можете с помощью сверточной нейронной сети представить и вот объединить нейросетевую модель с тематической моделью и искать, например, картинки по словам или тексты по картинкам и так далее. Ну, и много где еще на самом деле используется. У нас были случаи, когда мы анализировали банковские транзакционные данные или в управлении диалогом, разговорном интеллекте. То есть здесь далеко не все на самом деле приложения. И давайте уже перейдем к математике. Надеюсь, что я вас замотивировал, что вероятно, что математическое моделирование – это интересная штуковина, которой стоит заниматься. Вот. Ну, и теперь давайте смотреть, как же вот эти все эти задачи решать. Итак, во-первых, еще раз выпишем принцип максимум правдоподобия, откуда он берется. Поймем. Вот у нас есть наша выборка. Давайте представим ее вот так. Это последовательность таких вот парочек документ слова и от единицы до н. Н – это суммарная длина всей коллекции. То есть в каждой позиции и вы знаете, что там за слово записано, и из какого документа эта позиция взята. Дальше мы выписываем произведение вот этих вот плотностей распределения, логарифмируем. Потом говорим, что вот эта вот вероятность PAD – это что такое? Ну, это длина документа поделить на длину всей коллекции. Мы эту вещь не моделируем, она не содержит параметров модели, поэтому мы просто плюс логарифм PAD выбрасываем из нашего критерия. И вот так мы получили тот критерий, который был изначально выписан. То есть наша задача – это задача математического программирования, это максимизация по двум матрицам фит этого такого критерия при ограничениях неотрицательности номеров. Чем эта задача неприятна, тем, что она не корректно поставлена, то есть существует бесконечное множество решений, к этому мы сейчас вернемся. А сейчас пока давайте попробуем решить эту задачу в самом общем виде. И вот я довольно долго занимался вероятностным математическим моделированием, через несколько лет только обнаружил, что на самом деле можно очень сильно обобщить постановку задачи. и один раз ее решить, доказать некую лему, очень нетрудно доказываемо, и мы сейчас с вами ее посмотрим, а потом из этой лемы вообще просто как орешки щелкать любые матричные разложения с ограничениями неотрицательности нормировки. Итак, общая задача максимизации функции на единичных симплексах. Возможно, она вам когда-нибудь потребуется еще где-нибудь, поэтому я считаю, что вот этот кусочек с обобщением, он может вам, например, пригодиться, если вы вдруг начнете строить нейронные сети, в которых почему-то вы хотите для каких-то векторов весов ввести ограничения неотрицательности нормировки, то есть рассматривать их как дискретное вероятностное распределение, то есть векторы на единичных симплексах. И вот тогда вам может понадобиться следующий факт из теории оптимизации, из теории математического программирования фактически. Итак, пусть у вас есть вот такие вот векторы, нормированные, неотрицательные, то есть вот это вот столбцы вот этой матрицы, как я показал, точнее это несколько матриц, и в каждой матрице столбцы – это неотрицательные нормированные векторы. Ну, в нашем случае, в тематической модели, в фи и тета у нас две такие матрицы, но я вам позже покажу, что бывают постановки задач, где этих матриц может быть и 3, и 4, и вообще сколько угодно. Вот поэтому наше обобщение полезно. И мы объединили все эти наши вектор столбцы, нормированные, неотрицательные, в некий общий параметр W и определили функционал или функцию f от омеги. И ставим такую оптимизационную задачу – максимизировать f от омеги при условии, что каждый столбец в омеге неотрицательен и нормирован. То есть это дискретное вероятностное распределение. Вот. И, казалось бы, задача, она в математическом программировании очень такая простая, понятная, и должна была бы быть классической, но когда я начал искать, я ни в каких учебниках по метанам оптимизации вот прямо такую постановку, как ни странно, не нашел. Поэтому вот доказательство, которое получено, ну, я считаю его своим, хотя наверняка до меня кто-то это доказывал, оно же совсем тривиальное. Вот. Ну, давайте сформулируем эту лему. Поэтому, итак, пусть f от омега непрерывно дифференцируемая функция по всем вот этим вот векторочкам из омега, и если омега джита – это вектор из локального экстремума нашей оптимизационной задачи, то… А, и еще одно техническое условие, что во всем этом векторе существует такая координата, что вот такое вот выражение больше нуля. Тогда WGT должно удовлетворять вот такой системе уравнений. То есть в этой системе уравнений G пробегают все столбцы нашей матрицы омега и пробегают все строчки в каждом таком векторе. Ну, и операция нормировки вектора, она определяется, ну, очевидным образом, если вдруг отрицательные координаты появляются, мы их обнуляем, ну, и потом весь вектор нормируем. На что это похоже? Вот вроде бы система уравнений, но на самом деле, как видите, она записана так, что и в левой части, и в правой части находится омега, и вид этой системы, ну, просто напрашивается к тому, чтобы применить метод простых итераций. То есть просто вычислять правые части и присваивать их левым частям и так делать до сходимости. Вопрос, конечно, возникает, будет ли сходимость. Вот теорему, соответствующую, приводить не буду, но доказано, да, что сходимость при весьма общих условиях тут есть. Вот еще один момент здесь, а что если в нормировке вдруг весь знаменатель обратится в ноль? Вот что мы тогда получим? Ну, давайте тогда договоримся, что мы весь вектор обнуляем, он больше не является вектором дискретного распределения, и мы просто соответствующий вектор выкидываем из модели, и мы чуть позже с вами разберемся с этими вырожденными случаями. Они на самом деле полезны, и они позволяют делать, ну, что-то вроде там topic selection или document selection, да, по аналогии с feature selection, то есть выбрасывать из модели что-то лишнее. Вот. Ну, и главный месседж этого слайда в том, что вот это вот выражение, которое записывает наша система уравнений, оно что-то подозрительно похоже на метод градиентной оптимизации, на обычный градиентный спуск. Ну, и действительно, вот, если сравнить два выражения, как бы мы делали градиентную оптимизацию? Ну, вот так. И смотрите, насколько похожи эти два выражения. Но мы здесь градиентную оптимизацию напрямую применить не можем, потому что мы делаем оптимизацию на симплексе. Если мы сделали градиентный шаг, нам надо вернуть наш вектор на симплекс. Собственно, этим и занимается операция нормировки. И главное тогда отличие, что, видите, вот этот вот шаг градиентный, он не аддитивный, да, здесь не плюс, а он мультипликативный. Это во-первых. А во-вторых, никакого градиентного шага здесь не возникает. И нам не надо морочиться с подбором градиентного шага, что тоже, конечно, приятно. Вот. А так, по структуре своей, этот метод, он очень похож на градиентную оптимизацию. Здесь тоже надо вычислять частные производные, оптимизируемые критерия по всем параметрам модели. Вот. И дальше просто чуть-чуть по-другому эта производная используется. И еще навешивается операция нормировки. Ну и все. Вот это все отличия. То есть, фактически, для нашей задачи мы с вами имеем некий аналог метода градиентной оптимизации. Вот. Как такая лемма доказывается, я чуть-чуть только скетч доказательства вам приведу, хотя, на самом деле, на следующем слайде это доказательство просто целиком вы сейчас увидите. Мы здесь используем условия Кару Шакуна-Такера для задач математического программирования. И этот слайд я тоже уже вам показывал как минимум один раз в той лекции, где мы в прошлом семестре говорили о методе опорных векторов. Просто вот оттуда слайд взят. Ну и общая задача математического программирования. Вот здесь вот я в тех же обозначениях, как она в Википедии. То есть, нам нужно просто подставить наш критерий и подставить наше ограничение. У нас неравенство, неотрицательность, да. И ограничение равенства – это ограничение нормировки. Вот если мы по-честному выпишем Лагранжан, приравняем нулю производной Лагранжан, учтем все дополнительные ограничения, то есть это просто рецепт для решения нашей задачи, то мы получим очень несложные условия для нашей задачки. Ну и вот не хочу рассказывать, хотя тут очень просто все делается. Домножаем обе части равенства на W, получаем вот такие вот уравнения. И дальше фактически надо рассматривать три случая знак двойственных переменных лямбда, но из этих трех случаев основным является только первый. Остальные два случая, они вырождены. И вот как раз первый случай, если вернуться назад, он соответствует вот этому вот техническому ограничению, что у нас в нашем векторе, который мы нормируем, вот в этой вот аргументе операции нормировки, у нас вот в этом нормируемом векторе хотя бы одна координата оказалась больше нуля. Ну, как правило, так оно и будет. Вот, и мы с вами дальше увидим, что действительно практически всегда это условие выполняется. Ну, за редким исключением, где вот как раз и оказывается, что при нормировке знаменатель равен нулю, и нам просто ничего не останется, как соответствующий там столбец матрицы φ выкинуть, сказать, эта тема нам не нужна, или столбец матрицы Т выкинуть и сказать, что, извините, этот документ мы тематизировать не можем. Вот, но это крайне редкие ситуации. Так что вот здесь мы фактически только первый случай и должны учитывать как основной работающий. Вот, ну, теперь давайте вернемся к нашей задаче, к тематическому моделированию, и осознаем такую вещь, что задача-то некорректно поставлена. Что такое матричное разложение? Если мы имеем матрицы φ и θ решение нашей задачи, то мы можем в это матричное произведение φ на θ вставить две невырожденные квадратные матрицы S и S-1 и получить целое семейство решений, да, поскольку мы можем эти S менять по-разному. Вот, и если мы имеем одно решение, то мы тогда имеем фактически бесконечное множество решений. Значит, что такое задачи некорректно поставленные по Адамару? Задача корректно поставлена, если ее решение существует единственно устойчиво. Ну, вот у нас здесь нет единственности. У нас фактически бесконечное множество решений. В чем источником неединственности является Не только не единственность матричного разложения, но также и то, что мы, в принципе, какими-то другими матрицами можем получить такое же или близкое значение нашего критерия логарифма правдоподобия. И на самом деле вот этот источник не единственности, он еще больший вклад дает. Вот поэтому нужно делать какую-то регуляризацию, нужно накладывать еще ограничения на матрицы фи и тета, то есть ограничений неотрицательности нормировки не хватает для того, чтобы строить тематические модели, обладающие определенными свойствами. На самом деле вот эта вот проблема некорректной постановки, проблема не единственности решения, это не столько проблема, сколько возможность. Это возможность наделить нашу модель, нашу матрицу фи и тета какими-то дополнительными полезными свойствами, о чем мы с вами, собственно, дальше и будем говорить. То есть при построении вероятностных тематических моделях, как учесть еще какие-то данные, еще какие-то свойства текстов естественного языка. Ну и наша общая лема, она позволяет очень легко расправиться с этой постановкой задачи, причем давайте сразу возьмем вот этот вот критерий логарифма правдоподобия, который мы с вами уже записали раньше и даже два раза. При постановке задачи потом я объяснил, как у нас получается именно такой критерий с принципа максимум правдоподобия, но поскольку мы с вами уже осознаем, что вот это вот матричное разложение, оно не единственное, значит, нужно регуляризатор делать. И давайте для общности скажем, что регуляризатор это вообще какая-то произвольная гладкая функция от матриц фи и тета. Точнее даже так, у нас может быть несколько регуляризаторов, многокритериальная оптимизация у нас может быть. И в многокритериальной оптимизации один из самых расхожих приемов называется скалеризация критериев. То есть мы берем и оптимизируем взвешенную сумму всех критериев, которые мы хотим одновременно максимизировать. Конечно же возникнет вопрос, а с какого такого потолка нам нужно брать вот эти вот коэффициенты Тау и Тау и Тау и Тау на самом деле он мало того, что масштабирует все наши регуляризаторы, они ведь могут быть очень по-разному определены и в разных масштабных единицах измеряться, поэтому вот эти вот Тау, в общем-то, это коэффициенты, которые там могут быть совершенно разными значениями. И во-вторых, мы балансируем наши критерии с помощью Тау, мы можем сказать, что вот нам один критерий важнее, чем другой критерий. Например, мы будем говорить о задачах классификации текстов по тематическим векторным представлениям этих текстов. Вот что для нас важнее, чтобы хорошо решалась задача тематизации, то есть векторного представления, мягкой кластеризации, или нам важно, чтобы эти тематические векторные представления хорошо решали задачу классификации. Вот там будут два критерия, один для фактически автокодировщик, вспоминаем, автокодировщики для решения, например, задачи классификации или какой-то другой задачи обучения с учителем. Вот у нас та же самая схема, два критерия одновременно с какими-то коэффициентами. И вот эти коэффициенты приходится подбирать, исходя из того, что мы хотим вообще в нашей задаче, какой критерий для нас важнее. Ну так вот, берем вот эту постановку задачи, подставляем в нашу лему и получаем готовый рецепт, который на удивление оказывается нашим добрым знакомым ЕМ-алгоритмом. Смотрите, действительно, эта задача, она очень похожа, вот да, я об этом не сказал, но сейчас вот вернемся к этому, очень похожа на разделение смеси распределений. У нас каждый документ, получается, это смесь распределений, то есть документ распределения над словами. Каждая тема – это тоже распределение над словами. Это столбцы матрицы тета, и дальше каждый документ, он характеризуется вектором, столбцом в матрице тета. И вот это как раз весовые коэффициенты, с которыми мы складываем вот эти вот распределения над словами. То есть каждый столбец матрицы тета – это весовые коэффициенты смеси вероятностных распределений тем, которым мы описываем каждый наш документ. Вот поэтому, естественно, что поскольку это задача восстановления смеси распределений, точнее, каждый документ – это своя смесь распределений, ну, естественно, увидеть здесь ЕМ-алгоритм. И сейчас вот там на следующем слайде я покажу, как применяется наша замечательная лемма для того, чтобы решить вот эту вот оптимизационную задачу при ограничениях неравенства и неотрицательности нормировки. Так вот, смотрите, что же здесь Е-шаг и что есть М-шаг. Вот на Е-шаге фактически мы вычисляем вот такие вот вспомогательные переменные, которые интерпретируются как условная вероятность темы для каждого слова в каждом документе. Это на самом деле интересная штука получается. То есть мы исходно тем не знаем, они для нас скрытые. И вот этот вот Е-шаг, он пытается как бы выявить то, что не видно глазами в текстовом документе. Он пытается ответить на вопрос, о чем думал автор, какую тему он хотел раскрыть, когда записывал слово W в документе D. И вот эта вот штуковина на самом деле, вот я записываю через норм, но на самом деле это не что иное, как формула байеса. Как ни странно, если мы запишем формулу байеса для такой вот условной вероятности, то мы выразим ее как раз через условное распределение слов в каждой теме и тем в каждом документе. Вот. И М-шаг – это фактически уже решение задачи на максимум правдоподобия. Она у нас распадается, и мы для каждого документа имеем вот это вот векторное тематическое представление. И для каждой темы имеем столбец матрицы ФИ. Вот и здесь обратите внимание на то, что вот, конечно, вот это вот выражение с нормировкой, оно остается от нашей леммы, но вот тут вот появляются интересные счетчики. Их тоже интересно проинтерпретировать, что это такое. А это на самом деле оценка того, сколько раз тема T связалась со словом W во всей коллекции. То есть, видите, сумма по всем документам коллекции. Мы взяли вот это вот условное распределение, да, как, какая доля слова W в документе D относится к теме T. Эту долю мы умножили на то, сколько раз слово встретилось в документе. Потом просуммировали по всем документам, что получили. Ага, какова, значит, не так, сколько раз слово W относилось к теме T. Вот это счетчик фактически. И аналогично мы получаем счетчик, а сколько слов темы T было в документе D. Ну, мы называем это счетчиками, хотя, конечно, здесь стоят вот эти вот вероятности, которые не являются целыми численными. То есть, в результате суммирования мы получаем что-то вроде частотной оценки условной вероятности слов в темах и тем в документах. Но вот здесь у нас вылезает поправка на регуляризацию. То есть, если бы регуляризации не было, то FIT это были бы в точности частотные оценки условных вероятностей. Вот. Ну, вот это готовый рецепт для того, чтобы делать тематическое моделирование. Это просто алгоритм, в котором мы попеременно будем делать то E шаг, то M шаг до сходимости. Ну, сходимость следует вот из нашей общей лемы на самом деле, но я не показываю, как выглядит теорема сходимости. Это уже там много технических деталей. Итак, доказательства. В одном слайде смотрите. Давайте просто вот к нашей функции вот такой вот F. Это логарифм правдоподобия плюс регуляризатор. Применим нашу лему. Наша лема – это вот такие вот выражения надо отнормировать. И когда мы вот эту функцию дифференцируем по столбцам матрицы φ, мы получаем выражение, в котором угадывается, вот оно красным я выделил, выражение для ПТДВ, для нашей вспомогательной переменной. А когда мы записываем аналогичное выражение для столбцов матрицы θ, мы опять-таки получаем очень похожее выражение и снова угадываем здесь то же самое выражение, то же самое ПТДВ. Вот поэтому у нас получилось, что ПТДВ можно вычислять отдельно, и это и является Е-шагом. Конечно, это не единственный способ вывода ЕМ-алгоритма для вероятностных тематических моделей. И Томас Хоффман, хотя и тоже пользовался условиями Каруша-Куна-Такера, но делает немножко по-другому. Но с нашей леммой обобщенной очень легко дальше с любыми такими задачами расправляться. Мы их можем щелкать, как орешки, и они очень разные на самом деле. То есть не только вид регуляризатора, но даже вид критерия правдоподобия в некоторых случаях может выглядеть совсем по-другому. И вот эта наша лемма – это очень клевый инструмент для того, чтобы все такие задачки, буквально из постановки задачи, просто выписывать итерационный процесс, который нам надо реализовать уже как вычислительный процесс. Давайте немножко про выраженность поговорим. Как я уже обмолвился, у нас, может быть, знаменатель в операции нормировки может оказаться равным нулю. Что это значит в вероятностной тематической модели? Вот что значит, что такое выражение вдруг стало отрицательным для всех термов? Вот на самом деле N, наш счетчик, он положительный. И он может быть очень большой. То есть сколько раз слово W поучаствовало в теме T во всей коллекции? То есть это могут быть миллионы. И если такое выражение вдруг оказалось отрицательным, это означает, что наш регуляризатор R, он настолько сильно повоздействовал на модель, что он ее сломал вообще. Ну, как-то вот нехорошо. То есть если регуляризатора нет, у нас вообще эта ситуация выраженности даже никогда не возникнет. Вот. Ну, что такое выраженная тема? По всей видимости, регуляризатор привел к отбору тем. Помните, фича selection. Помните, например, L1 регуляризатор для линейных моделей, регрессии или классификации, которые занимаются тем, что она обнуляет коэффициент при признаках, и признак выкидывается. Вот возникает фича selection. Лассо мы его называли. Вот здесь очень похожая ситуация. Регуляризатор может так повоздействовать на модель, что модель откажется от использования целого вектор столбца в матрице параметров F. Значит, тема не нужна. Вот. Ну, и действительно, да, такие регуляризаторы бывают, которые занимаются фактически отбором тем. Вот. Ну, а ситуация с матрицей ТЭТО, она аналогичная. Вот что значит такое выражение для документа стало отрицательным. Значит, мы ни одной темы, вот из наших кластеров тем, ни одну тему мы не смогли приписать данному документу. Ну, например, да, у нас была тематическая модель научных статей. Нам подсунули, не знаю, стихи Есенина. Ну, и мы не смогли там найти никаких терминов из наших предметных областей. Мы говорим, ну, что за ерунда. Мы не можем вообще никакой теме, там, ни биологии, ни математики. Мы этот документ приписать не можем. И модель, отказываясь от тематизации такого документа, она наоборот нам делает благое дело и говорит, что что-то не то в вашей текстовой коллекции, там, поверьте, она какая-то замусоренная слегка. Вот, но давайте пойдем дальше. Вот у нас в руках оказался очень мощный инструмент для решения оптимизационных задач на симплексе. Мы поняли, как с помощью этого инструмента решать задачи тематического моделирования, где есть матричное разложение и какой-то задан регуляризатор. Вот теперь наша задача пробежаться по разного рода регуляризаторам и понять, что они делают. Ну, или ничего не делают. Вот первый наш пример – это регуляризатор, который ничего не делает. То есть это классическая модель Томаса Хоффмана. Исторически она была первой в 99-м году вероятностной тематической моделью. Ну, и подставляя R равное нулю в нашу формулу М-шага, мы понимаем, что мы вычисляем всего лишь навсего частотные оценки условных вероятностей, соответственно, слов в темах и тем в документах. Но как раз эту модель раскритиковали за то, что она дает не единственное решение. Надо использовать регуляризатор. Ну, и первый такой регуляризатор в 2003 году был предложен с априорными распределениями Дерихле. Вот при чем здесь распределение Дерихле, мы сейчас с вами обсудим на следующих слайдах. Но здесь я вам даю более простой взгляд. Никаких распределений Дерихле. Забудьте, что я вам только что сказал. Мы с этим позже разберемся. Но я просто должен как-то был оправдать название этой модели. Латен Дерихле Локейшн. Но на самом деле здесь смотрите, что происходит. Мы говорим так. Столбцы матрицы Фи должны быть похожи на заданный вектор βW. Что это такое? Ну, это логарифм. Правда, по дозвию здесь записан. То есть мы говорим, что... Ну, точнее, βW минус 1. Вот зачем-то эту минус 1 мы отнимаем. Это просто для совместимости с распределением Дерихле. Ну, понятно, что если вы задаете некий вектор здесь, ну, отнимите единичку от каждой координаты. Какая разница, что задавать, βW или βW минус 1. Ну, и то же самое. То есть вы говорите, что у вас все столбцы матрицы Фи чуть-чуть похожи на один и тот же вектор βW. И все столбцы матрицы Тэ чуть-чуть похожи на определенный вектор αТ. Зачем это нужно? Ну, с β понятно, да, что у вас есть общее распределение всех слов в коллекции. Какие-то слова частые, какие-то редкие. Ну, и понятно, что все темы, они как-то будут отклоняться от этого общего распределения слов в коллекции. Но вы вот задаете, что есть у вас этот некий βW. А с αТ какая история? А это позволяет вам сказать, что у вас каких-то тем много, а каких-то мало. То есть через αТ вы можете учесть несбалансированность тем в коллекции. То есть у вас коллекция, например, документов по физике, математике, по естественным наукам. И чуть-чуть там у вас есть документов по экономике и, например, сельскому хозяйству. Но чуть-чуть. Ну, вот так вот была история формирования вашей электронной коллекции документов. Вот это я реальный случай, естественно, рассказываю из практики. Мы с таким сталкивались. Вот так что вот эти вот ограничения, они, в общем, достаточно разумно выглядят. И главное, они очень легкие. Вы можете, очень простые, да, вы можете продифференцировать вот прямо в уме r по φ. Значит, логарифм по φ – это единица поделить на φ, но вам же потом еще умножить надо на φ, согласно формуле М-шага. Так что в результате вы получаете очень простые константные поправки к частотным оценкам условных вероятностей. Вот и все. То есть модель LDA, она на самом деле недалеко уходит от PLSA. Только чуточку сглаживает те частотные оценки условных вероятностей, которые близки к нулю оказываются. То есть если вот эти счетчики маленькие, то только в этом случае поправка может как-то повлиять значимо на результат моделирования. А так, в общем, ее может быть и незаметно даже. Итак, да, причем здесь распределение Дерехле? Вот что такое распределение Дерехле? Интересная штука и сегодняшняя лекция – просто неплохой повод рассказать о том, что это такое. На самом деле много где используется распределение Дерехле в машинном обучении. Ну вот давайте осознаем, что такое распределение Дерехле. Это вероятностное распределение на симплексе. То есть оно нам позволяет сказать, поскольку мы моделируем векторы на симплексах, на каждом симплексе может быть свое какое-то априорное распределение. Вы можете сказать, что ваши векторы прижимаются к краям этого симплекса или к вершинам симплекса, или наоборот к центру симплекса. И вот такого сорта ограничения можно задавать с помощью распределения Дерехле. Ну, собственно, как они выглядят? Вот так это записывается. Параметр, векторный параметр распределения Дерехле – это строго положительные величины. Более того, вот вектор φ, который генерируется, распределение Дерехле, он тоже имеет строго положительные координаты. Они никогда не обнуляются. И это, в общем-то, ну, некоторый даже недостаток для нас. Потому что мы понимаем, что в тематических моделях матрицы φ и Т мы тоже хотели бы иметь, на самом деле, разреженными. То есть мы хотели бы, чтобы каждая тема описывалась только теми словами, которые есть в этой теме. И масса слов, даже большинство слов, оно к теме не относится. Точно так же в документе несколько тем составляет этот документ, а все остальное множество тем, оно просто в этом документе не присутствует. То есть было бы здорово, если бы мы умели обнулять некоторые элементы матриц φ и тета. Но вот распределение Дерехле, оно не дает нам возможности обнулять. Но оно все-таки дает нам возможность сказать, что мы хотим иметь разреженные распределения, разреженные столбцы в матрицах φ и тета. Но это разреженность в смысле не нулевых значений, а стремление к нулю. И основное свойство распределения Дерехле в том, что вот оно может выглядеть как распределение на симплексе вот так. То есть в примере я показываю трехмерный симплекс, то есть это трехмерные нормированные неотрицательные векторы. И вот симплекс в трехмерном пространстве – это что такое? Это равносторонний треугольник. И когда у вас параметры распределения Дерехле от нуля до единицы, вот эти самые альфа или бета, соответственно, вот в таком случае вы получаете разреженное распределение вот такого вот вида. Если у вас все параметры, вектор параметров распределения Дерехле – это единицы, то вы получаете другой частный случай – равномерное распределение на симплексе. Ну а если параметры больше единицы, то вы получаете очень концентрированное распределение, оно сжимается в точку, которая находится где-то внутри симплекса. Ну и понятно, что вот мы с вами поговорили о разреженности, мы понимаем, что нам хочется, чтобы матрицы фи и тет у нас были разреженными. То есть наш случай – это вот этот случай, когда и беты, и альфы находятся в отрезке 0.1. Ну и еще одна картиночка про распределение Дерехле. Как они выглядят при разных альфа? То есть вот мы здесь генерируем три штуки десятимерных векторов из распределения Дерехле и меняем параметр. Вот если альфа 1 сотая, что мы получаем? Дискретные распределения, в которых одна координата из 10, она существенно отлична от нуля, а остальные стремятся к нулю, они на самом деле не нули, они близки к нулю. Вот здесь даже видно, что парочка отстоит от нуля уже заметно для глаза. Если мы начинаем альфа увеличивать, то у нас увеличивается доля существенно ненулевых координат в наших векторах, но все-таки они остаются разреженными. А вот это вот, это векторы, которые генерируются равномерным распределением на симплексе. То есть видите, вот они уже, то есть это случайные величины, 10 случайных величин из равномерного распределения, которые потом взяли и отнормировали. Ну а если мы увеличиваем дальше параметр, то мы увидим, что мы фактически уже отказываемся от случайности, по сути. Ой, простите. Так, мы отказываемся от случайности, фактически уже распределение стягивается в точку. И вот такие случаи для нас не очень интересны. Нам все-таки интересно работать в диапазоне разреженности. Ну и, собственно, если мы возьмем и попользуемся принципом максимума апостерерной вероятности, то есть возьмем и скажем, что столбцы матриц ФИ и ТЭТА распределены из дирехле. Вот это вот ограничение на столбцы матрицы ФИ. Вот ограничение на столбцы матрицы ТЭТА. И запишем принцип максимума совместного правдоподобия данных и модели. То есть данные у нас генерируются из ФИ и ТЭТА. Вот их кусочек. А ФИ и ТЭТА сами по себе генерируются из распределения дирехле с гиперпараметрами альфа и бета. То есть вот такой вот Барисовский подход к моделированию. И дальше, если мы подставим сюда вот это выражение, мы с вами уже делали, вот выражение для распределения дирехле, подставим и увидим, что у нас регуляризатор. Это вот тот самый, который мы сразу написали. И вот такие М-шаги – это чуть-чуть сглаженные частотные оценки условных вероятностей. И вот этот вот наш случай, когда бета от нуля до единицы и альфа от нуля до единицы, слабое разреживание, оно как раз и означает, что вот эти вот поправочки, они отрицательные. Маленькие отрицательные от минус единицы до нуля. И если у вас был совсем небольшой здесь счетчик или здесь, то вы получите ноль. Потому что операция нормировки, она отрицательные величины превращает в ноль, потом нормирует. То есть принцип максимума пастериорной вероятности, он все-таки дает возможность обнулять координаты в векторах фи и тета. Но дальнейшее развитие вероятностного тематического моделирования после статьи Блея 2003 года, это самая цитируемая статья в вероятностном тематическом моделировании, дальше оно пошло по пути байсовского вывода, то есть байсовские модели и техники вывода практически байсовская регуляризация. Там использовались это там сэмплирование гипса, вариационный байсовский вывод. Но я вам расскажу другую технику, гораздо более простую, которая следует вот из нашей леммы и наших регуляризаторов. Вот, кстати, если смотреть на модель латентного размещения Дерихле, LDA, латент Дерихле Allocation, если на нее смотреть не как на априорное распределение Дерихле, а как на, ну я не знаю, минимизации КЛ-дивергенции, или максимизацию кросс-энтропии, или максимизацию правдоподобия вообще, то есть вот это вот критерие, это не что иное, как логоправдоподобие, то есть мы либо приближаем столбцы матриц фи и тета к каким-то вектор столбцам альфа и бета, тогда мы занимаемся сглаживанием, либо, если мы вот эти коэффициенты альфа и бета делаем отрицательными, то это означает, что мы занимаемся разреживанием, как вот латентное размещение Дерихле, оно слегка разреживает, но там возникают вот эти вот ограничения, только от минус единицы до нуля, вопрос, а почему от минус единицы, а почему нельзя сильнее разреживать, да, можно, просто не надо говорить про априорное распределение Дерихле, а надо говорить о том, что у нас в общем случае регуляризатор и сглаживание, и разреживание, причем сглаживание или разреживание, зависит только от того, какие знаки мы возьмем для этих параметров альфа и бета. Вот он намного более общий взгляд на LDA, более общий, намного более простой, да, то есть не надо говорить ни о каком байсовском выводе, ни о каких априорных байсовских распределениях, а просто это регуляризатор, который говорит, что некоторые столбцы я хочу приближать к чему-то, а некоторые столбцы я хочу отдалять от чего-то, и это на самом деле дает гораздо больше возможностей. Вот смотрите, значит, что мы можем творить с матрицами φ и θ с помощью вот таких вот регуляризаторов. Мы можем сказать, что мы в матрице φ хотим иметь в основном предметные темы, вот они как столбцы, выделены зеленым, значит, это термины предметных областей. Они характеризуются вот этими вот столбцами матрицы φ, распределениями по словам, и мы хотим в каждой теме увидеть лексику этой темы, и мы хотим, чтобы темы были существенно различные и разреженные. Вот я так условно это отображаю тем, что у меня в каждой теме какое-то подможество слов возникает, и вот диагональка, да, она, конечно, мы прям такой вид матрицы не собираемся получать, но это символично показывает, что мы хотим, чтобы в темах было как можно меньше общих слов, да, то есть одна тема про математику, там термины из математики, другая тема про биологию. То есть их надо декоррелировать, эти темы, вот столбцы матрицы φ, предметные темы, они должны быть существенно различны. Вот, поэтому они должны разреживаться фактически еще и так, чтобы увеличивать расстояние между ними. Вот, а фоновые темы – это слова общей лексики, вот они, да, то есть это какие-то слова, вот здесь вот я их выделяю пожирнее, которые во всех темах используются, это просто такие вот слова-связки общей лексикой языка, и этих слов много во всех документах. То есть что это означает? Что, например, строки матрицы тета, соответствующие фоновым темам, их надо сглаживать, а все остальные строки предметные, их надо разреживать. И вот тут вот у нас возникает как раз понимание того, что регулятор сглаживания и разреживания можно использовать очень по-разному, добиваясь, например, вот того, чтобы у нас темы разделились на предметные и фоновые. Ну, фоновых обычно совсем немного, там одной, как правило, достаточно. Или там какое-то более тонкое деление мы, может быть, захотим сделать, там две, три, там, не знаю, десять фоновых тем. Вот, но это мусорные темы фактически, то есть мы все мусорные слова, стоп-слова так называемые, общеупотребительные слова или слова общей лексики, мы хотим сбросить вот в эти фоновые темы, чтобы они не мешали нам интерпретировать наши основные темы, которые мы называем предметными. Вот они для нас интересны. И векторное представление документа как раз нас больше всего интересует, из каких предметных тем состоит этот документ. Вот этот вот вектор-столбец без фоновых тем. То есть мы очищаем вот эти вот распределения от тех слов, которые нам на самом деле не интересны. Но поскольку мы не знаем заранее, какие слова тематические, а какие неинтересны, нам это делает сама модель. И вот в этом прелесть этих регуляризаторов сглаживания и разреживания. Ну, хорошо, я обмолвился тем, что нам темы надо делать различными. Вот можно ли это сделать с помощью регуляризатора? Да, конечно. С полкнк, смотрите, как просто. Значит, что мы должны потребовать от наших столбцов матриц фи и тета? Чтобы каждые две темы, предметные темы, Т и С, чтобы они существенно отличались друг от друга. Как это сделать? Ну, давайте возьмем просто скалярные произведения попарные столбцов матрицы фи. Можно говорить о скалярных произведениях, можно говорить о ковариациях, поскольку это не отрицательные надмирные векторы, это вещи эквивалентные. И вот так вот, если мы запишем регуляризатор, то есть мы требуем, вот фактически, смотрите, мы не хотим ортогональности на самом деле столбцов матрицы фи, но мы стремимся к ортогональности, не достигая ее. Мы за ортогональность не гоняемся, нам это не надо. Ну, то есть если есть какие-то слова, которые одновременно нескольким темам принадлежат, но кажется, что это нормально, то есть слова бывают, там синонимы, бывают слова, которые одинаково выглядят, но имеют разные смыслы, к разным темам относятся, это нормально. То есть мы стремимся к ортогональности, но не достигаем ее, она как таковая нам не нужна. Ну, и если мы продифференцируем по фи это выражение, то получим такой вот очень интересной формулой М-шага, которой нам, если подумать, в чем ее смысл, оказывается так, что если какая-то строка в матрице фи, то есть строка соответствует слову, если она оказалась разреженной, то нам надо еще сильнее ее разрядить, чтобы основная вероятность сконцентрировалась в какой-то теме, а остальные темы, они понижаются. И вот то, что здесь минус стоит, это означает, что этот регуляризатор фактически разреживающий, то есть он достигает нулей. И еще раз, вот на эту картинку, вот видите, вот эти вот места, где много нулевых или почти нулевых значений, вот именно они и разреживаются, обнуляются вот этим вот регуляризатором. Вот, то есть вот, да, такой регуляризатор, который позволяет дополнительно сделать темы более контрастными, так, чтобы они были максимально не похожи друг на друга, но в то же время, чтобы они описывали вероятностную языковую модель как можно более точную. Вот, что еще здесь интересного? Продолжаем. Интересно то, что в современных приложениях анализа текстов практически никогда не бывает так, что документ – это просто последовательность слов. Документы, чем бы они ни были, да, там научная статья имеет определенную структуру, новостное сообщение, сообщение в социальной сети, у него есть авторы, у него есть время, у него есть какие-то словосочетания, которые мы хотели бы выделять, как какие-то термины или энграммы. То есть вот не только из слов состоят документы. Вот есть метаописание, да, в котором, как я сказал, может быть, автор, время, источник. Там есть какие-то, например, изображения, а на изображениях мы выделяем какие-то объекты. Есть ссылки между документами. Документы ссылаются друг на друга. И, ну, это тоже как учесть эту ссылку. Но это тоже вот что-то вроде слова, да. Но вот это что-то вроде мы называем модальностями. То есть разные могут быть модальности. Я вот здесь вот привожу уже там кучу примеров. Даже пользователи электронной библиотеки, как бы пользователь документ скачал, прочитал, там лайкнул или что-то с ним сделал, какую-то операцию произвел. И тем самым он оставил свой след в этом документе. И информация о пользователях таким образом тоже накапливается в документах. В чем общая черта всех этих модальностей? У каждой модальности свой словарь. То есть у вас есть множество авторов, конечное, множество моментов времени, множество источников и пользователей. И вот все, что я здесь перечислил, это все конечное множество. То есть получается так, общая модель. Очень сильно обобщенная и очень сильно расширяющая возможности вероятностного тематического моделирования. Пусть у вас имеется M большое разных модальностей. Одна модальность для слов, одна для авторов, одна для, не знаю, там, тегов, одна для пользователей и так далее. Вот какова структура данных вашей задачи, вот она вам подсказывает, и какова цель моделирования вообще. То есть тематические представления, чего вы хотите получить. Может быть, не только слов и документов, а может быть, еще и авторов, и меток времени, и пользователей. То есть все вот эти вот модальности, участвующие в образовании наших исходных мультимодальных данных, все они могут получить вероятностные тематические представления. Как это сделать? Ну вот у нас для каждой M-той модальности есть свой словарь, и мы для каждой M-той модальности выписываем свой логарифм правдоподобия. Вот он. А потом мы эти логарифмы правдоподобия просто складываем с коэффициентами, и получается, что каждая модальность является регуляризатором для всех остальных. Ну, трудно уже сказать здесь, где основной критерий, а где регуляризаторы, где основная модальность. Ну, может, это слова, а может быть, пользователи. Это зависит от задачи. Вот. И что приятно, вот это вот обобщение, очень мощное, на самом деле, обобщение, которое позволяет нам сильно расширить класс задач, который мы решаем, но делается с помощью всего лишь двух поправок. Первая поправка. Нам нужно в счетчике слов в документах всегда умножать на вес модальности. Это первая поправка. И вторая поправка. Когда мы высчитываем столбцы матрицы фи, мы для каждой модальности эти столбцы нормируем отдельно. То есть у нас уже матрица фи – это как блочная матрица, в которой блоки поставлены друг на друга, и в каждом блоке своя нормировка. Ну, или можно сказать, что у нас для каждой модальности своя матрица фи. И свой словарь, соответственно, то есть строки матрицы фи соответствуют токенам этого словаря. И, значит, у нас получается для каждой модальности своя матрица фи. Все, больше никаких модификаций здесь делать не надо. И весь итерационный процесс, он точно так же по образу и подобию устроен за тот же самый ЕМ алгоритм. Даже Е-шаг не поменялся. Вот. Но еще несколько примерчиков, для чего могут быть полезны модальности. Ну, например, модальность Bigram очень здорово улучшает интерпретируемость темы. Здесь я привожу пример. Мы анализировали текстовую коллекцию наших собственных конференций «Математические методы распознавания образов и интеллектуализации обработки информации». Просто за много лет взяли сборники трудов конференции и пропустили это дело через тематическую модель. Ну, поскольку я был редактором этих сборников, я считал себя экспертом вот по этой текстовой коллекции. И когда я посмотрел на то, как выглядят темы, то стало сразу понятно, что вот по Bigram тема просто настолько понятна, что я даже могу угадать авторов, которые используют вот такую терминологию. Да, я же всех их знаю из года в год. Одни и те же люди к нам приезжают, делают доклады. Вот. И я вот по униграмам не могу догадаться в точности, кто автор, что это за научная школа. То есть у нас здесь темы оказались научными школами, которые мы, в общем, и так сами хорошо знаем. Вот. Еще один пример. Это многоязычная задача, где, например, вот у вас есть Википедия, и вам нужно на Википедии построить тематическую модель, но так, чтобы темы в разных языках были согласованы. И оказывается, что этого очень просто добиться. Для этого есть интервики. То есть одна и та же статья, например, да, вот статья про информационный поиск на английском, и эта же статья на итальянском. А еще есть там на десятках языков такая статья. И вам нужно просто посчитать, что вот эти две статьи – это один документ. просто в этом одном документе есть модальности языков. То есть он у вас представлен в одном языке, потом во втором языке. Вот. И в таком случае вы получите единые темы, но в каждом языке будет представление каждой темы свое, в словах этого языка. И вот оказывается, что такие мультиязычные векторные представления, они вполне подходят для решения задачи мультиязычного поиска, когда вы запрос задаете на одном языке, а результат хотите получить на другом языке или на всех сразу языках. Мультиязычный или кроссязычный информационный поиск. Ну, вот еще один примерчик. Кстати, он говорит о том, чем прекрасны тематические модели, это тем, что они интерпретируемы. Вот взяли 200 тысяч русско-английских пар статей в Википедии, да, то есть у нас две модальности, здесь русский язык, английский язык, и мы смотрим, как устроены темы в обоих языках, а тем мы взяли сколько? 400 тем взяли. Вот. Ну, вот я здесь показываю для примера две темы, и мы просто глазами видим по словам, что темы хорошо интерпретируются, причем в обеих языках, и не только хорошо интерпретируются, но и совпадают. То есть если здесь про университеты, то и здесь тоже, если здесь про футбол, то и здесь тоже. Давайте я еще парочку примеров покажу, да, опера-театр, и здесь хардый софт. То есть вот мультиязычная модель сама собой оказалась интерпретируемая. Ну, возникает вопрос, может быть, я вам 4 темы из 400 показал, а все остальные плохие, ничего подобного. Взяли эту модель и все аккуратно просмотрели глазами. Эксперт сказал, что все темы, кроме каких-то там четырех мусорных тем, вот 396 из 400 оказались вот именно такими хорошо интерпретируемыми, причем мы никакой интерпретации изначально не вкладывали в модель темы, получились сами собой интерпретируемыми. Это именно то, ради чего мы строим вероятностные тематические модели, ради того, чтобы выявить каждую тему, сказать, что она состоит из таких-то слов, она несет в себе такой-то смысл, и, значит, вот эти вот смыслы, они оказываются приписанными каждой координате тематического векторного представления. То есть тематическими векторами мы можем описывать документы, слова, авторов, время, пользователей, вообще любые модальности. И в отличие от нейросетевых методов моделирования, которые мы с вами на прошлых лекциях рассматривали, векторизация текстов, графов, вот там такой интерпретации делать не удается. Там вектор – это черный ящик. То есть вот есть какие-то числа, их смысл нам непонятен. Тематические модели выгодно отличаются тем, что в них по-координатной интерпретируемость векторных представлений. За счет чего? А вот за счет того, что модель изероятностная изначально, и все эти векторы мы трактуем как дискретное вероятностное распределение над соответствующими конечными множествами, над словарями. За счет этого получается интерпретируемость. Ну и отсюда идея, я вам просто ее подкидываю. Смотрите, вот фактически если вы накладываете ограничение на какой-то вектор в виде неотрицательности нормировки и говорить «Ага, вот этот вектор я оптимизирую на симплексе», значит, вы можете ожидать свойства интерпретируемости по-координатной от этого вектора и можно пытаться переносить это на нейросетевые модели. То есть, если в нейросетевых моделях вы хотите на какой-то вектор коэффициентов назначить ограничение неотрицательности, упихнуть его в симплекс, то наша основная лемма, которую мы в начале лекции с вами выписали и даже практически доказали, она дает готовый рецепт. И этот рецепт очень похож на градиентный шаг. То есть, вам просто нужно там не складывать, а умножать, никаких трудностей это не возникает. Вот это я вам рассказываю, как мне кажется, многообещающую идею относительно того, как нейросетевые модели можно было бы делать более интерпретируемыми. Координатная интерпретируемость векторов. Вот это вполне можно затянуть в нейросетевые модели фактически на основе того опыта, который мы имеем в вероятностном тематическом моделировании. Интересная идея, я ее в статьях не очень находил, но дарю, если кому-то будет интересно это поразвивать. Мне тоже эта тема очень интересна, готов пообсуждать именно как научную тему, которая, мне кажется, многообещающая. Но у нас с вами осталось еще минут 15-20. Давайте посвятим их краткой пробежке по нетривиальным регуляризаторам. То есть мы с вами уже знаем LDA, мы с вами знаем декоррелирование. А что еще бывает? Какие еще ограничения на модель можно накладывать? Например, если мы хотим использовать тематическую векторизацию документов для того, чтобы эти документы потом классифицировать. То есть идеологически это очень похожая задача на то, как мы с вами на прошлой и позапрошлой лекции рассматривали эмбиддинги текстовые или графовые. Итак, у нас имеется множество классов. В анализе текстов, как правило, мы говорим о задаче категоризации. Их довольно много может быть. И мы знаем, что есть категории, к которым наш документ относится. И может быть, не всегда, но может быть, у нас есть информация о том, к каким категориям документ не относится. И в таком случае, вот если мы строим матрицы φ и θ, и если у нас категория это модальность, то мы с вами очень легко можем построить линейную модель классификации. То есть у нас тематическое векторное представление документа. столбец матрицы θ, вот он, а коэффициенты линейной модели это фактически модальность категорий матрицы φ, которые описывают модальность категории. То есть то, что здесь записано, это просто формула полной вероятности для вероятностной модели категоризации документов. Ну и если мы записываем мультимодальную модель, где категории являются модальностью, мы просто имеем вот такой вот кусочек критерия логарифм правдоподобия. А вот дальше начинается интересная штуковина, потому что информации о непринадлежности вот мы до сих пор таких случаев не видели, а здесь это может появиться. Если у нас известно, к каким категориям документ точно не относится, то возникает вот такой критерий, где логарифм единица минус вероятность. Но это наш знакомый с вами логлоз из вспоминаем двухклассового логистического регрессия. Вот как там. И вот такого регуляризатора у нас еще с вами не было. То есть информация о непринадлежности документа категориям приводит нас к новому типу регуляризатора. Но я здесь уже не буду расписывать формулу М-шага. Понятно, что наша основная лема, она позволяет как орешки щелкать любые такие регуляризаторы и справляться с ними просто на раз. Остается только продифференцировать по параметрам модели, подставить формулу М-шага и все. Вот вторая задача. Мы бежим быстро по задачкам. А что если регрессию на текстах делать? Ну давайте, да. Векторное тематическое представление текста. Вот оно. Линейная модель регрессии. Значит, коэффициенты надо будет определять. Линейную регрессию, конечно же, мы хотели бы строить метод наименьших квадратов, так вот же он, да, и метод наименьших квадратов для вот этой вот регрессионной модели, да, вот для этого параметра V, он становится для нас регуляризатором. Но что интересно, в этом регуляризаторе участвует также и тетта. То есть получается так, что когда мы этот регуляризатор используем, мы не просто готовые тематические векторные представления из тематической модели берем и подставляем в в качестве признаков в регрессию. Ничего подобного. Мы эти признаки еще, признаки, да, это столбцы матрицы тета, мы их строим таким образом, чтобы у нас тематическая модель была хорошей языковой моделью. То есть это одновременно и решение регрессионной задачи, и фичи дженерейшн. То есть вот наша тематическая модель, она фактически занимается генерацией признаков. И две задачи решаются одновременно. Мы хотим сгенерировать признаки тета таким образом, чтобы на этих признаках как можно лучше решалась наша регрессионная задача. Ну, я забыл сказать до самого начала, что это задача обучения с учителем. То есть у нас есть некое число yd для каждого документа, который мы хотим предсказывать. Ну, и подставляем формулу m-шага, получаем ну, такое вот выражение, вот этот регуляризатор, и понятно, что он здесь одновременно и от v зависит, и от тета. А вот по v мы получаем просто совершенно стандартный способ решения регрессионной задачи. То есть мы по-честному подставили вот этот регуляризатор в наши формулы m-шага и для v получили классическую формулу решения задачи наименьших квадратов. Ну, в этом нет ничего удивительного, поскольку от v зависит только сам регуляризатор, и здесь вот зависимость ровно та же самая, которая в регрессии и есть, всегда была. Вот, кстати, да, а что это за задачи такие, в которых нам нужно числовую величину спрогнозировать по тексту? Много таких прикладных задач, я здесь привожу несколько примеров. Например, значит, мы хотим прогнозировать рейтинг фильма по тексту отзыва, или мы хотим прогнозировать годовую зарплату по текстовому описанию вакансии, предлагаемой работодателем, или мы хотим спрогнозировать, а сколько человек скажут, что отзыв был полезен по тексту этого отзыва, ну, или совсем интересный пример, когда мы играем на бирже и хотим использовать новостной поток в автоматическом режиме, мы пытаемся прогнозировать изменение цен финансового инструмента по новостям об этом финансовом инструменте, но здесь очень важно, что мы должны действовать с упреждением, мы прогнозируем изменение цены в каком-то следующем интервале времени, ну, конечно, он зависит от горизонта прогнозирования, зависит от того, как мы играем на бирже, да, интродэй, или у нас редко делаются операции, тогда мы должны на много дней вперед прогнозировать, но это уже зависит от того, как трейдер ставит задачу. Следующая задачка, точнее, сейчас еще более быстрая пробежка по нескольким ситуациям, где от нас потребуются нетривиальные регуляризаторы. Вот есть такая проблема, проблема коротких текстов, когда люди принялись строить тематические модели над твиттером, то увидели, что короткие тексты, ну, в общем, как-то очень ненадежно тематизируются, аналогичная ситуация возникает в том случае, если мы хотим найти тематическое представление каждого предложения в тексте, да, получается, что предложение это у нас вот короткий текст, и в нем просто статистики не хватает для того, чтобы набрать вектор тета для короткого текста. Ну, много очень было предложено всяких эвристических подходов к решению этой проблемы, но одна из самых работоспособных идей оказалась в том, чтобы перейти от тематического моделирования слов к тематическому моделированию сочетаемости пар слов, а это ровно та же самая идея дистрибутивной семантики, о которой мы с вами говорили, кажется, на позапрошлой лекции, когда я рассказывал про Word2Vec и про то, что мы генерируем векторные представления слов по данным о парной встречаемости или сочетаемости этих слов. Значит, как видоизменяется постановка задач? Значит, мы теперь не будем вообще моделировать документы, мы будем моделировать связи между словами, то есть то, что слова встречаются рядом друг с другом в одном контексте, то есть, например, в одном коротком сообщении, в одном твите, в одном предложении или в одном окне на расстоянии не более десяти слов, например, друг от друга. То есть, с каждым словом U мы можем связать вот такой псевдодокумент, в который мы, как в мешок слов, побросаем все слова W, которые когда-либо встречались рядом со словом U. Ну, то есть, мы просто посчитаем, сколько раз слово W по всей коллекции стояло где-то рядом со словом U. Ну, и фактически вот у нас вместо документов возникают псевдодокументы, их ровно столько же, сколько слов. То есть, наша исходная матрица, которую мы раскладываем, она оказывается квадратной, слова на слова. А дальше практически ничего не меняется. У нас по-прежнему вот эти наши псевдодокументы моделируются с помощью тематической модели, возникают те же самые матрицы FIT, это, точно так же записывается постановка задачи, за тем исключением, что вместо счетчика слова документ у нас возникает счетчик слова слова. Мы здесь посчитали, сколько раз эти два слова стояли в одном контексте. Вот эту вот модель впервые предложили где-то вот в 2014 году и, кстати, никто не заметил, насколько по постановке задачи эта штуковина похожа на Word to век. Уже позже это мы заметили и сравнили эти две модели. В 2017 году была статья и даже показали, что вероятностные тематические модели, да, Word Network это называется, я вот обращаю ваше внимание на эту статью, где было предложено название сеть слов, тематическая модель для сети слов, потому что сеть слов это граф на самом деле, то есть у нас появляются слова, которые ходят друг с другом рядом в одних и тех же контекстах, это ребра вот этого графа, а вершины это слова, естественно, Word Network, да, и вот мы показали, что если у нас исходная задача ставится как описание встречаемости, сочетаемости, точнее правильно это называть, сочетаемости пар слов, то получается тематическая модель, которая обладает теми же знаменитыми свойствами, что и Word to Vect, то есть вот у нас король минус королева равно мужчина минус женщина, Москва минус Россия плюс Испания равно Мадрид, ну и так далее, то есть оказывается, что вот это вот свойство интерпретированности векторов и ассоциативного свойства, которым обладают векторы, оно возникает не из-за того, что вот модель Томаса Миколова, да, Word to Vect, она вот такая вот специальная модель нейросетевая, а только благодаря тому, что мы моделируем совместную встречаемость слов, вот только из-за этого, то есть это свойство дистрибутивной семантики, но что нейросетевая модель Word to Vect, что тематическая модель с нормированными неотрицательными векторами, вот они обе обладают этими свойствами. Так, ну, еще у нас есть немножко времени, чтобы поговорить о всякой, всяких разнообразных регуляризаторах. Вот еще одна идея интересная. Давайте учтем то, что документы могут ссылаться друг на друга, например, веб-страницы имеют ссылки друг на друга, но мы еще с вами будем говорить про информационный поиск и про задачу ранжирования, где еще раз вспомню о том, что вот есть ссылки документов друг на друга, но сейчас нас интересует вот какая идея, что если документы ссылаются друг на друга, то, наверное, у них есть общие темы. И вот это можно использовать в регуляризаторе, который у нас было декоррелирование над словами, а теперь у нас коррелирование, да, получается. То есть, если у нас документы связаны, допустим, два документа ДЭЦ, связаны гиперссылкой или ссылкой, да, научная статья сослалась на другую научную статью, то мы считаем, что что-то общего есть в тематике, и поэтому мы хотим привязывать тематики этих, сближать тематики этих документов, поэтому здесь возникает скалярное произведение двух столбцов матрицы тета, которые соответствуют вот этим вот документам. Если документы имеют много связей друг с другом, то есть много ссылок или много цитат, то мы считаем, что тематические векторы этих документов должны быть поближе друг к другу. И вот это вот модификация формулы М-шага, если посмотреть, действительно, да, если мы отнесли к теме Т документ Д, то мы чуть-чуть относим к этой теме и все документы С, которые ссылаются на этот Д. Вот такая вот совершенно простая получилась интерпретация этого регуляризатора, когда он уже в действии, то есть в формуле М-шага. Ну вот интересная статья, довольно старая, где люди использовали эту модель для того, чтобы в коллекции научных статей выявлять влиятельные ссылки. Вот забавная такая задача, то есть мы хотим понять, например, да, статья ссылается там, я не знаю, на 50 других статей, а вот из этих 50 статей какие реально повлияли, то есть на материале каких статей в основном основан текст данной статьи. И вот здесь даже понятно, что взяли статьи из машинного обучения и рассмотрели вот эту знаменитую статью Дэвида Блея про латентное размещение Дерихле и тематическая модель позволила обнаружить, что три основных как бы источника предтечи этой статьи были, это вероятностный латентный семантический анализ Томаса Хоффмана, естественно, дальше, это моделирование с помощью распределения Дерихле и это вариационный байский вывод в графических моделях. То есть действительно три основные темы, которые объединились вместе, и образовали вот этот научный результат, который был в статье Дэвида Блея и соавторов. А все остальные там десятки публикаций, которые были упомянуты, это какая-то мелочь по сравнению с тем, что весь контент статьи основан на этих трех. Вот такое забавное приложение для тематических моделей со ссылками. Вот. Ну и кажется, последний у меня сюжет сегодня это иерархические тематические модели. Я только вскользь упомяну. Значит, очень хочется научиться делить темы на подтемы. То есть у нас есть большая тема математика, а в ней есть алгебра, геометрия, статистика, теория вероятностей. Они в свою очередь тоже могут делиться на подтемы. То есть вот можно ли выявить вот такую иерархическую структуру тем, которые обычно вот такие структуры использовались для категоризации, для библиотечных систем, приложений много может быть. И оказывается, что это тоже очень просто сделать. Вот строим модель сначала с небольшим числом тем, это верхний уровень, а потом, когда мы хотим построить следующий уровень, то есть мы строим уровень за уровнем. Это очень удобно оказывается. Сейчас вы увидите, почему. То есть когда мы задаемся целью построить следующий уровень дочерних тем, сабтопикс, обозначим их, и считаем, что их должно быть больше или даже много больше, чем родительских, но мы хотим, чтобы родительские темы могли приближаться смесями дочерних тем. И полная аналогия с тем, как документы разделяются на смеси распределений, так и каждая родительская тема, а родительская тема для нас это фактически щечек слов в родительской теме, языковая модель родительской темы, она фактически тематическая модель, где уже в качестве темы используем подтемы, сабтопики, и возникают две матрицы, которые мы здесь ищем, фи и пси, пси это матрица связей, это как родительские темы связаны с дочерними темами, полная аналогия с тем, что как будто бы мы родительские темы просто сделали псевдодокументами и теперь пытаемся их добавить в коллекцию и тематическую модель строить одновременно и для документов, и для родительских тем, когда мы построим второй уровень, мы то же самое сделаем с темами второго уровня, мы их как псевдодокументы, как распределение над словами добавим в коллекцию и так далее, уровень за уровнем, то есть получается, что вот она картинка, мы построили матрицу Фи для первого родительского уровня, а потом взяли эту матрицу Фи и добавили к исходной матрице как псевдодокументы и так вот уровень за уровнем строем у нас появляется для каждого уровня матрица Пси связи между темами дочернего уровня и родительского уровня, она просто появляется как столбцы матрицы тета соответствующие вот этим вот добавленным столбцам в исходную матрицу родительским темам. Ну вот, таким образом можно строить тематические иерархии, дробить темы на подтемы. Ну и, кстати, очень интересный результат. Оказывается, что если вот так поэтапно измельчать темы, то мы в итоге приходим к очень аккуратным тематическим векторам, у которых можно сделать гораздо большую размерность, их можно сделать более разреженными и, соответственно, они лучше интерпретируются, потому что они интерпретируются по всей тематической иерархии. Более того, даже показали, что вот тематический поиск по таким векторам, он улучшает точность и полноту довольно существенно, если его использовать для поиска. Ну, про поиск мы еще будем с вами разговаривать в следующих лекциях. Вот, кстати, да, можно строить вот такие иерархические спектры тем. То есть, мы разделили, а это, кстати, была коллекция постнауки, вот, и мы темы верхнего уровня выделили, вот они тут, их не так уж много, потом каждая тема разделилась на темы следующего дочернего уровня, а вот это вот, то, что здесь показано, это связи между родительскими и дочерними темами, это вот та самая матрица ПСИ. И связи получились, ну, довольно осмысленными. Ну, каждая тема показана тремя самыми вероятными словами, но это, конечно, не самый лучший способ визуализации тем, но, тем не менее, интерпретируемая здесь уже сразу видна, и более того, вот видно, что появляются темы на стыке нескольких родительских тем, вот, например, вот этот случай или вот этот случай, да, то есть есть пересечения, там вот еще одна такая. Ну, и понятно, что тут можно разреживание делать, вот эту матрицу связей родительская дочерняя, ее можно сделать более разреженной или менее разреженной с помощью регуляризатора, вот, но это уже детали. Итак, мы с вами дошли до конца, что мы с вами поняли, главное, да, сухой остаток от сегодняшней лекции, что вероятностное тематическое моделирование в своем базовом, самом простом варианте, это матричное разложение, матрицы неотрицательные нормированные, они, кстати, называются стахастическими матрицами, вот с неотрицательными нормированными столбцами. Задача некорректно поставленная, поэтому можно и нужно здесь придумывать разные регуляризаторы, и я вам показал на примерах, насколько разнообразен зоопарк регуляризаторов. То есть это вот резко отличает эту задачу от, например, линейных моделей регрессии и классификации, где мы знаем с вами регуляризаторы L1, L2, ну там L0, а что еще? Вот, а здесь просто десятки самых разных критериев можно добавлять в модель. Вот, ну, на этом все, ну, и последнее, что, вот я еще раз вам напоминаю, что мы очень интересную лему вначале доказали, очень простую, но мне кажется, что ее применимость гораздо шире тематического моделирования, может быть, вы когда-нибудь найдете тоже ей еще какие-то применения. Вот, ну, на этом все, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. если нет вопросов, то тогда перерыв. Спасибо, до свидания. Всем всего хорошего, хорошего дня. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...